Привет друзья! Сегодня покажу вам рецепт очень вкусной пасхи с маком. Это что-то среднее между краффином и классической пасхи. Также покажу как очень быстро, просто и дешево упаковать пасху, если вы делаете на заказ. Внутри пасха очень влажная, насыщена, много маковой начинки, вам обязательно понравится. Начнем приготовление. Для начала дрожжи отправляем в емкость, добавляем немного сахара и растираем. Посмотрите как дрожжи начинают прям таять, они просыпаются и начинают работать. Вот такая кашица должна получиться. Затем добавляем теплое молоко, температура не должна превышать 35 градусов. Это такое еле-еле теплое. Размешиваем, добавляем столовую ложку муки из общего количества и размешиваем. Это будет наша опара. Если у вас образовались комочки, на этом этапе это не страшно. Накрываем опару пищевой пленкой, отправляем в теплое место примерно на 30-40 минут. К желткам отправляем щепотку соли, добавляем сахар и тщательно размешиваем венчиком до посветления увеличения в объеме. Также можно использовать миксер. В данном рецепте мы используем очень много сдобы. Когда я разрабатывала этот рецепт, то за основу брала рецепт паски подольской, состав которого состоит только из желтков. За счет этого паска очень долго не черствеет. Добавляем ванильный сахар, либо ванильную пасту. Если ванилин, то на кончике ножа и снова размешиваем. Сливочное масло необходимо растопить. Затем оно должно полностью остыть до комнатной температуры и вливаем его в тесто. Хорошо замешиваем. Тесто не нужно вымешивать руками. Мы можем вымешивать его ложкой. Посмотрите, как хорошо у нас поднялась опара. Она имеет огромное количество пузырьков и приятно пахнет молочным вкусом. Добавляем опару в наше тесто и размешиваем венчиком. Затем добавляем первую порцию муки. Вымешиваем все венчиком. Можно также использовать стационарный миксер, замешивать крюком. Вот такое красивое тесто получается и сейчас будем добавлять вторую порцию муки. Далее замешивать будет сложнее и нам нужно уже брать хорошую такую ложку, которую мы сможем мешать. Ну, либо стационарный миксер. Вымешивать такое тесто можно ложкой, круговыми движениями, не спеша, примерно 5-7 минут. Руками его вымесить будет невозможно, так как оно жидковато. Оно такое и должно быть. Как проверить готовность теста? Оно должно мягко, плавно стекать вот таким образом с ложки. Значит, клейковина уже развилась и тесто готово. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в теплое место примерно на полтора часа. Тесто должно увеличиться в объеме в два раза. Для маковой начинки нам потребуется мак и сахарная пудра. Мак я измельчаю в кофемолке. Затем высыпаю в емкость и добавляю сахарную пудру. Все тщательно перемешиваю, чтобы не было комочков. Вот такая маковая начинка у нас получилась. Посмотрите, как хорошо поднялось тесто. Оно такое желтенькое, ароматное и в нем много-много пузырьков. Вот сейчас на данном этапе я не вымешиваю тесто, а сразу добавляю маковую начинку и круговыми движениями как бы вмешиваю ее. Но у нас задача не полностью вымесить до однородности мак с тестом смешать. Наша задача просто соединить немного тесто с маком, чтобы оно было такими как завитушками, как обычно мы делаем классический краффин. Мы раскатываем тесто, прослаиваем его сливочным маслом с начинкой маковой, потом заворачиваем. Здесь у нас как бы упрощенный вариант. Мы просто промешиваем ложкой несколько раз, смешивая начинку с тестом и сразу же выкладываем в форму для выпечки. После добавления мака тесто будет подниматься более долго, поэтому когда вы выложите тесто в форму, оно будет подниматься долго, примерно 2 часа. Форму я заполнила на 2 третих, подождала пока тесто поднимется и останется примерно 1 сантиметр до верхнего края. Готовый кулич должен полностью остыть и только после этого его можно украшать глазурью. Я в данном случае украшаю белым шоколадом. И сразу декорирую, так как шоколад будет быстро схватываться. Мак хорошо гармонирует с белым шоколадом. Он полностью застывает, не липнет, не крошится, абсолютно ничего. Это тоже очень хороший вариант глазури для паски. И теперь покажу, как я красиво оборачиваю, упаковываю паски. Обычный пергамент пищевой, коричневого цвета. Вот таким образом собираю вокруг паски. И снизу немного придавливаю, чтобы бумага запомнила форму, которую я придаю. Прогнулась в нужных местах. Затем лентой, вот так круговым движением, сворачиваю бумагу. И она уже становится как раз в нужную мне форму. Она как бы запоминает первоначально, какую форму я ей придала. И сразу завязываю бантик. Далее руками просто помогаем бумаге красиво распределиться по диаметру паски. Сейчас я вам покажу разрез. Напоминаю, что это упрощенный вариант кулича с маковой начинкой. Вместо мака также можно использовать цукаты, либо изюм. Но сама паска очень сдобная, очень такая жирная и влажная. Посмотрите, какой у нее такой сдобный, сдобный разрез получается. Кто-то любит паски очень воздушные, как понетон. Кто-то любит вот такие, как я люблю. Очень сдобные, насыщенные и влажные. Это именно вот такая паска. Сдобная, насыщенная, влажная, с хорошим тяжелым тестом. Это четко видно, вот когда разламываешь кусочек. Какое тесто получилось. Друзья, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал. Это пометает каналу продвигаться. Друзья, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал.